В Пинске по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве. От работников скорой медицинской помощи поступило сообщение, что на лестничной площадке многоквартирного жилого дома обнаружен труп мужчины с скулотой, резаной раной и грудной клетки. На место происшествия незамедлительно выбыли правоохранители. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками головного розыска установлена личность погибшего. После чего, благодаря профессионально грамотным действиям сыщикам, по горячим следам установлена личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался ранее судимый 48-летний житель этого же дома. Мужчина был задержан. Установлено, что около 22.00 часов фигурант со своим 44-летним знакомым дома распивал спиртное. По предварительной информации, между мужчинами произошла ссора, в ходе которой хозяин квартиры нанес мужчине смертельный удар ножом. Следователями по факту убийства возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. За выходные дни на территории области зафиксировано одно дорожно-транспортное происшествие. 34-летний водитель управлял автомобилем марки «Форд Сиера» и двигался по автодороге Н-105 в Пересудовиче-Белоозерске в Березовском районе. На четвертом километре, по предварительной информации, водитель не справился с управлением автомобиля, съехал в левую по ходу движения «Кювет», где совершил наезд на придорожное дерево. Водитель и пассажир автомобиля в результате происшествия оказались заблокированы. Потребовалась помощь спасателей. Спасатели выжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 1 октября возле деревни Пересудович и Березовского района. Когда работники МЧС прибыли к месту вызова, выяснили, что легковой автомобиль съехал в «Кювет» и столкнулся с деревом. На водительском и переднем пассажирском сидений находились два человека. Им требовалась помощь, ведь они оказались заблокированы поврежденными конструкциями кузова. Работники МЧС спасли пассажира и водителя. Они были переданы медикам и госпитализированы. Также за минувшие выходные спасатели выезжали на два пожара. Огнем уничтожено два строения. Брестские таможенники установили, что в грузовом автомобиле польского перевозчика незаконно перемещается контрабандный груз стоимостью более 70 тысяч рублей. Товар следовал из Польши на территорию Евразийского экономического союза через пункт пропуска Козловича. В результате таможенного досмотра было установлено, что сведения в документах не соответствуют фактическому количеству перемещаемого товара. Около 270 рулонов с тканями и полотнами общей площадью 16 тысяч квадратных метров оказались не задекларированы. По данному факту Брестской таможни начат административный процесс. Продолжение следует...